С вами Алексей Ницца и сегодня я расскажу о том, как опубликовать Google Документы в интернете и вставить их на свой сайт. Многие пользуются Google Документами как повседневной альтернативой привычным офисным программам на своем компьютере. С помощью облачного сервиса Google Диск можно работать со своими документами с любого компьютера, подключенного к интернету, а также совместно редактировать их с коллегами или друзьями. Сервис дает возможность иметь доступ к вашим документам везде и всегда, а также создавать разного типа документы в одном месте. Но сегодня я буду рассказывать не о том, как создавать документы, а как поделиться ими на своем сайте. Так, я уже сделал небольшие заготовки и создал разные документы – текст, таблицу, презентацию, рисунок и форму опроса. По своему опыту скажу, что функционала хватает для большинства потребностей, я давно уже пользуюсь Google Диском как обычным офисным пакетом. Быстро посмотрим эти документы. Как видим, внешний вид мало чем отличается от привычных офисных программ. Здесь можно полноценно работать с текстом, таблицами, презентациями, рисунками и формами опроса. Кроме того, можно представить доступ к документам определенным людям или сделать документ открытым по ссылке. Но мало кто знает, что документы можно опубликовать в интернете. Для этого нужно нажать на меню «Файл» и далее выбрать «Опубликовать в интернете». Важно понимать, что в опубликованных файлах не должно содержаться никакой конфиденциальной информации, так как вся информация будет доступна любому пользователю. После публикации документы можно поделиться с помощью ссылки или вставить на свой сайт с помощью кода, что я сейчас и сделаю, разместив коды разных документов на сайте. Теперь, перейдя на страницу своего сайта, можно увидеть, как выглядят встроенные документы. Переходя обратно, можно отредактировать текст так, чтобы элементы вставились в нужном размере. Как видно, все документы корректно отображаются на сайте. Возможно, у вас возник вопрос, а зачем нужно публиковать документы на своем сайте? Во-первых, это быстро. Также удобно размещать таким способом презентации и формы опросов. Но есть еще один ответ. Все изменения, вносимые в документы, на сайте отобразятся автоматически, и для этого не нужно будет снова размещать их на своем сайте. Для примера изменим некоторые элементы в каждом из документов и при обновлении страницы посмотрим, внеслись ли изменения. Как видим, изменения появились. Таким образом, с помощью публикации Google Документов можно быстро поделиться информацией с вашей целевой аудиторией, увеличить функциональность вашего сайта и автоматически вносить изменения, что сделает вашу работу более эффективной. Продолжение следует...